Приветствую вас. Проблема злости человека на то, когда его супруга уезжает и несколько дней не рядом. Вот, соответственно, человек испытывает злость, когда она приезжает, чувствует холодность, пассивную агрессию. Она говорит, что скучает нормально, злится нет. Вопрос. Действительно ли испытывать злость в данной ситуации не вполне адекватно? Действительно. Но понимаете, какая штука? Злость сама по себе не является, скажем так, первопричиной в данном случае. Первопричиной в данном случае является ваше ощущение, я бы сказал, покинутости. То, что вы себя чувствуете покинутыми. И вот это ощущение, ощущение покинутости, оно является вашей проблемой. Как правило, подобная проблема приходит к нам родом из детства. В детстве, когда кто-то от вас уезжал, например, это была мама, например, это были какие-то, может быть, еще значимые для вас люди. Вот. Вы ощущали себя покинутыми. И вы и так же чувствуете себя в общем-то целом и сейчас. То есть, особо, в общем-то, ничего не изменилось, как бы. Вот. Поэтому ваша задача, на мой взгляд, разобрать проблематику того, что вы чувствуете себя покинутым. Вот. Это, на мой взгляд, является настоящей, что называется, проблемой. Именно то, что вы себя чувствуете покинутым. А все остальное, это детская реакция на покинутых. Вот. Все остальное, это детская реакция на чувство покинутых, чувство брошенности. Вот. Чувство брошенности, повторюсь, родом из детства. У нас есть какой-то эпизод, вот, который у вас связан с этим самым чувством, с этим самым чувством брошенности, чувством покинутости, вот, чувством ненужности. И, соответственно, вы реагируете подобным образом. И для вас сейчас реагировать подобным образом нормально. Злиться, пассивно агрессировать, то есть, иными словами, наказывать человека. Это нормально. Но, как вы понимаете, это не решает проблемы, потому что она, скорее всего, будет делать так или иначе. То, что считает нужным. Вот. И в этом смысле она поступает правильно. А вы будете страдать. Конечно, я рискну предположить, что если бы это было такой вот какой-то по-настоящему серьезной проблемой, то, возможно, вы бы уже расстались, раз вы не расстались, то, возможно, это и не такая сильная, не такая серьезная проблема, как бы. Ну, не в том смысле, что она не серьезная, не ощутимая для нас. Вы поймите, пожалуйста, меня правильно. Я ни в коем случае не хочу как-то обесценивать то, что вы чувствуете. Я больше просто про то, что вы находитесь, на мой взгляд, в такой не самой тяжелой ситуации, когда, в общем-то, вы со своей супругой как-то вот научились, очевидно, вот с этим справляться, да, и справляетесь с этим вы, ну, довольно-таки неплохо, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы описываете. Вот. Поэтому вам нужно просто поработать с этим, с этим состоянием, с этим опытом, вот. Посмотреть как-то вот на свою жизнь может быть в целом, да, то есть как-то вот посмотреть на свою жизнь в целом, увидеть как-то вот свою жизнь в целом, вот. И как-то увидеть и разобраться с тем опытом, который у вас есть, потому что опыт это неприятный, совершенно очевидно, что опыт этот такой, ну, мягко говоря, нехороший, вот. Он вам мешает, да, потому что, ну, как-то вот вы ведете себя здесь не как взрослый, да, вы ведете себя здесь, ну, больше как ребенок в этой ситуации. Ну, вот, и, соответственно, у этого есть причина, вот. Вот, поэтому, то, что даже вы спрашиваете нас сейчас, вы говорите, нормально ли, это тоже своего рода такая вот детская, я бы сказал, позиция, потому что, ну, как бы, разрешим мы вам чувствовать злость. Как бы, разрешим мы вам, злиться, злиться, вот, или нет, понимаете, да? Поэтому, крайне важно, чтобы вы не, как бы, чтобы вы не попадали в эту ловушку, потому что, ну, опять, как бы, эта ловушка, да, вы, как бы, в ней, вот. Очень важно, чтобы вы в эту ловушку не попадали, очень важно, чтобы вы переходили на, все-таки, ну, более, можно сказать, взрослую модель поведения, да, на более взрослую модель решения, вот, проблематики, как раз, вот. Сейчас, сейчас, просто вы этого не делаете, как мне, как мне кажется, вот. А, было бы хорошо, если бы на это вы обратили свою команду, да? Откуда это у меня чувство покинутости, например, с чем оно связано, когда я его раньше чувствовал, вот. Что, как бы, что вот тогда происходило, собственно, со мной, что происходило тогда, значит, со моей жизнью, да? Как я себя тогда чувствовал, как я себя тогда ощущал, ну, вот. Все вот эти вещи важно поисследовать, вот. Сейчас это просто, вот, такой вот вы делаете, что называется, что называется, ну, первый, первый срез, как бы, вот. Это хороший шаг, это хороший шаг, на самом деле, вот, это очень хороший шаг, то, что вы делаете. Вот, но это все равно, как бы, первый срез только. Это не, ну, не путь в, что называется, вглубь, а чтобы найти досыть, и вам помогут, ну, например, какие-то техники, психологические приемы, приемы, а может быть и просто разговор, вот. Вот, что я могу, ну, как бы, вот так предположить сейчас, вот так вот, чисто, скажем, на Абу. Следующее. Я могу предположить, что, вот вы, например, допустим, сидите, да, и, ну, условно, вы сидите, как бы ждете, ждете ее. Ждете, когда она, ну, придет или приедет, да, например, и как-то вот возникает вопрос, а почему вы ждете то, что она придет или приедет? То есть как будто бы вам в этом контексте, да, как будто бы вам в этом контексте, ну, знаете как, как будто бы вам в этом контексте заняться не очень. Как будто бы вы чувствуете, что ничем заняться, пока ее нет. Вы не можете как-будто быть. И вот мне кажется, что на это вам нужно обратить свое внимание. Как так получается, что вы себя ничем занять не поможете, да, когда как-бы еще нет ряда. Вот. Может быть, может быть, может быть, имеет смысл подумать о том, как свою жизнь напомнить. То есть не искать вот, как вы это делаете сейчас, разрешение, разрешение на то, чтобы слиться, разрешение на то, чтобы испытывать какие-то чувства. Поверьте, вам для этого разрешения не нужно. Вот. Ну, не нужны, не нужны вам разрешения для того, чтобы все эти чувства испытывать, вы это уже испытываете. Вопрос в том, что это. Вопрос в том, что там находится как-бы, как-бы еще, что там еще находится. Вот. Вот что важно как бы понять, как мне кажется, по крайней мере. И если вы сможете наполнить свою жизнь, если вы сможете сделать вашу жизнь вот такой более полный без вашей жизни, да, при этом как бы не теряя вот ее, ну, ценно, да, не теряя как бы ее важность, ну, вот, как-то вот при этом, да, ну, продолжая ее там ценить, продолжая ее любить, продолжая ее уважать и так далее, вот, что ваши отношения от этого только выиграют, вот. Но сейчас вы не можете этого сделать, потому что как бы у нее вот есть, да, у нее вот есть, ну, то, что она делает, то, чем она занимается, у нее и есть, а у вас нет. И как бы вы чувствуете себя в данном случае брошенным, да. Поэтому помимо вот этого аспекта, который важен, вот, помимо, помимо этого аспекта еще необходимо и свою жизнь наполнить. То есть помимо аспекта, аспекта проработки, вот, ну, каких-то элементов вашего прошлого, важно еще, чтобы вы меняли свою жизнь, вот, в настоящую, чтобы вы за своей настоящей жизнью так же что-то делали. Потому что, ну, если вы вот испытываете все вот эти вот, вот, так скажем, ну, не очень хорошее чувство, вот, так сказать, чувство, ну, негативные, эректные чувства, вот. Если вы все это испытываете, если вы все это чувствуете, то вполне вероятно, что что-то в вашей жизни уже сейчас требует вот коррекции, требует внимания, требует, ну, какой-то доработка, вот, а сами вы как-то, как-то, ну, вот, привыкли как-то жить вот, ну, по определенному, да, сценарию, вот, и менять, ну, что-то менять, вам достаточно трудно, как бы, тяжело и, может быть, даже страшно, потому что, ну, вот, как-то, вот, то, что вы описываете, да, выдает вас, ну, как бы, такого, достаточно, может быть тревожного человека, да, вот. Поэтому, поэтому, да, ничего, как-бы, страшного в самом по себе в этом нет, абсолютно, ничего такого криминального, да, плохого, в этом нет, вот. Ну, вот, просто для, как-бы, улучшения качества жизни, ну, можно было, можно, можно было бы поработать, вот, в этом направлении, так как, если вы вот, ну, в этом заинтересованы, сам, если вы сами, вот, хотите, вот. Можно жену вашу привлечь к этому, я не думаю, что она будет против, вряд ли все, вряд ли ей, как-бы, нравится то, что происходит, вот. Поэтому, я думаю, что она тоже согласится вам, будет не так, как-бы, одиноко, например. Или не так страшно, вы не будете себя чувствовать, ну, покинутым, вот, например, ну, в этой ситуации, да. Допустим. Дальше. Что еще можно сказать здесь? Значит, как вы относитесь к твоей жене? Нет ли такого у вас, что как-то она, ну, мама дала? То есть, как-то вот, нет ли такого, что вы воспринимаете ее как маму, да, и как-то вот, ну, на нее немножко снизу вверх смотрится? Находитесь ли вы как-то вот, ну, в своей позиции, да, вот, в позиции комфортной для вас и так далее со своей женой? Это тоже очень важно, комфортно ли вам, как мужчине, например. Ну, и последнее, о чем я хотел сказать, это про открытость. Да, то есть, если, говорили ли вы своей жене, что чувствуете себя покинули? А говорили ли вы в моменте, когда чувствуете то, что вы называете пассивной агрессией, говорили ли вы в этот момент ей о том, что чувствуете? Или вы стараетесь это держать в себе? Вот. Если говорили, то как? Если не говорили, то, что вас останавливает? Вот. На это тоже обратите внимание, потому что коммуникация предельно важна в любых отношениях, но с семьей это касается самым важным образом. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!